Здравствуйте! Вы все время просите каких-то быстрых блюд с понятными ингредиентами. Хорошо, давайте сегодня постараемся так, быстро-быстро-быстро, меньше болтовни, но из-за того, что оно очень простое, вам будет все понятно. Итак, начинаем с фунчозы. Фунчоза, это, так сказать, основной продукт, который, во-первых, очень много в комментариях вы упоминаете, мол, сделайте это, сделайте то. С другой стороны, вот в пачке продается тут как раз две такие вязаночки. Я думаю, что на двоих, а при хорошем подходе и на троих человек, вот это все будет готово. Значит, для того, чтобы приготовить фунчозу, ее нужно всего лишь залить кипятком на 8 минут, а за это время приготовить все остальное. Чтобы фунчоза стала вкуснее, а не просто рисовая лапша. Помните, как, значит, я готовил и рассказывал о том, как делают японский рис для суши, да? Это у нас в России большинство, типа, чтобы не заморачиваться и снизить себестоимость, не добавляют туда ни уксуса, ни сахара, ни соль. А на самом деле это должно быть именно так, по всякому случаю, так делают в Японии. Итак, несколько щепоток соли, рисовый уксус, буквально одну столовую ложку, значит, пару щепоток сахара, таких добрых, но очень добрых. Соль, сахар, уксус, все. Вода скипела. Заливаем фунчозу. Кипятком. Размешиваем ее, размешиваем так, чтобы сахар растворился, а фунчоза расслабилась и легла на дно. Расслабься, дорогая. Все, распотрошите. Если пожалели воды, вот как я, например, сейчас, значит, нужно немножко догреть и добавить. Значит, пока греется вода, в любом случае мы уже отставляем, фунчоза начинает готовиться. Нарезаю овощи. Сначала овощи, потом мясо. Почему? Потому что после мяса овощи не так приятно резать, но и доска становится скользкой там от этих мясных соков. Крупно лук. Мелко режем имбирь. И обязательно огурец. Попки, писки отрезаем. Огурец режем тоже крупно, как лук примерно. Ну, такими, знаете, шматками. Мясо. Это шея свиная. Ну, просто свиная шея. С жирком там, со всеми пирогами. Цельный кусок мяса. Чтобы было понятно, что это не какие-то ошметки, а прям кусок шеи. Значит, режем помельче. Почему? Да потому, что быстрее готовиться будет. В принципе, половинки хватит, потому что я хочу приготовить, ну, небольшую порцию. Значит, традиционно вливаем масло, начинаем жарить. Масло. Масло, значит, не жалейте. Миллилитров 30, наверное, я сюда добавил. Как только масло нагрелось, значит, первое, что мы делаем, это обжариваем свинину вместе с луком сразу же. Нагрелось, не нагрелось. Традиционно бросили, не трогаем пару минут. Пусть прижарится немножко. Будем мешать, вода пойдет. И подготавливаем имбирь. Вот смотрите, здесь смысл в чем. Много имбиря. Прямо имбирная свинина должна быть такая. Знаете, прям не стесняйтесь. Вот, как только у нас с одной стороны более-менее прижарилось, добавляем имбирь. И переворачиваем. Солью пока не торопимся. Рисовый уксус, соевый соус. Важный элемент. И очень важный элемент. Это соевая паста. Чили. Ну или чили. Табаджан, качуджан. Как ее только не называют. Кто-то перетирает, кто-то не перетирает. Корейская чили паста такая, ну знаете, чуть сладковатая, не такая, не очень острая. Подходит везде. Я всегда ее добавляю. Вот, слегка обжарился имбирь, свинина. Теперь чили пасты по вкусу. Перемешиваем. Теперь добавляем, давайте, чтобы было честно, чайную ложку сахара. Чайную. Теперь рисовый уксус. Две чайные ложки. Если будете добавлять 9%, добавляйте одну. Иначе будет кисло. Рисовый уксус помягче. Теперь немного соевого соуса. Раз. Два. Три. Ну, четыре чайных у меня получилось. Четыре чайных. И вот здесь у меня находится крахмал. Я крахмал просто-напросто добавляю в воду. Наугад. Столовая ложка крахмала. Немножко воды. И все это, вот все, что дала нам свинина, там лук, морковь, уксус, соевый, я партиями загущаю, регулируя густоту. Чуть-чуть вливаем. Размешиваем, смотрим. Смысл этого крахмального загущения в чем? В том, чтобы вот этот весь соус, который мы сделали, он прилип к кусочкам свинины. Все, больше незачем. Ну, какого-то сакрального смысла нету. Пусть каждый кусочек будет вкусным. Все, кусочки свинины маленькие. Тут особо-то их, знаете, тушить 20 минут, как рекомендуют блогеры-домохозяйки, не надо. Вот смотрите, получилась вот такая вот глянцевая красивая свинина. Суперская просто. Сюда добавляем несколько листочков мытого салата. Просто огородный салат. Как шпинат. И перемешиваем. Прогреваем шпинат. Ой, шпинат говорю. Салат, чтобы он немножко обварился. Потому что, например, очень активно используется вот такой салат в супах. Знаете, как классно получается? В суп бросили, бульоном залили, мясо вареного нарубили. Выключаем. Да, огурцы, которые были у меня вот здесь вот свежие, их нужно добавить в сковородку. Но не жарить, а просто смешать, так сказать, с мясом и салатом. Несколько листочков свежего салата. Ну а как, без них никак. Фунчоза. Видите, какая она получилась? Плотная. Набухшая. Классная такая. И самое интересное, что она не склеивается. Рисовая лапша, когда вы ее остудите, и она у вас будет лежать в каком-нибудь боксике, в пластиком, в холодильнике, она у вас не склеится. Так, ну куда отворачиваемся? Все, теперь густая подливка с имбирем. Кисло-сладкий соус со свежим огурцом, свинина. Все у нас идет вот с этой стороны. Давайте, каплю кунжута вот сюда. И обязательно вот сюда. Все, блюдо готово, пора пробовать. В идеале, конечно же, нужно пробовать палочками. Ну, например, мои легендарные металлические палочки. Значит, смотрите, листочек кладем. Фончозу достаем. Палками это вообще, как бы нужно иметь сноровку, закалку, тренировку. Вот так вот. Можно взять и лапшу рисовую потолще. Сюда накладываем свининку, кусочки мяса и огурца. Обязательно лучок. Ну, все, и вперед шаурму. Вот такой вот. Опа. Бомба! Да, е-мое. Стоит палочкой отложить на пару недель, все. Руки уже не те не слушаются. Вы представить себе не могли, что так можно приготовить свинину с огурцом и фончозой. Будете пробовать? Давайте. Все, спасибо, до свидания, приятного аппетита.